Уже больше недели, как вода в Аби стала не такой чистой, как зимой, утверждают специалисты. В этом году она помутнела еще 6-7 марта, почти на две недели раньше традиционных сроков. В водоканале к этому были готовы, ведь изменения воды происходят каждый год в паводковый период. Мы изменяем количество реагентов, мы контролируем качество воды на выходе в 5-10 раз чаще, чем это в стандартных условиях. То есть лаборатория работает в круглосуточном режиме. В лаборатории подтверждают, мутность воды увеличилась значительно и сейчас для ее очистки, кроме стандартных ступеней, отстаивания, фильтрации и добавления флакулянта, применяются еще и специальные реагенты. Но изменилась не только мутность, но и цвет воды, она приобрела желтоватый оттенок. Кстати, по шкале цветности вода безопасна в пределах от 0 до 20 градусов. Вот 20, видите она какая желтая, но это верхний норматив по санпину. Такая может быть вода? Да, вот эта вода, может быть, у нас такой никогда не было, но это тоже норма. Зимой из-под крана барнаульцев бежит вода в 3 градуса цветности. Сейчас она в пределах 6-7. При этом даже немного желтоватый, абсолютно безопасный, утверждают сотрудники лаборатории. Здесь воду очищают и от огромного числа вредных микроорганизмов. Ярко-розовая и блестящая поверхность на фильтрах – как раз они. Весной их становится больше. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора. Поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. При взаимодействии с хлором питьевая вода отдает речкой и даже землей. Независимо от того, как паводок у нас проходит, вода у нас никогда не превышает нормативы Санпина. Просто вода стала другой. И потребитель, который 11 месяцев в году привык к одной воде, и вдруг из крана получается чуть-чуть окрашенная, чуть-чуть не так пахнет. И чуть-чуть еще, если мутно ему кажется, конечно, он недоволен. Но вот такая ситуация продлится 3 недели. Кстати, одна неделя уже прошла. Еще через пару тот самый паводковый период закончится. И вода придет в норму, обещают эксперты. Но даже сейчас она абсолютно безопасна. Как с точки зрения химического состава, так и микробиологического. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.